Сегодня готовим ленивые голубцы. Получается у меня такой целый вок голубцов, очень вкусных, незаморочливых. Сегодня покажу, как я готовлю дома. У меня много вариантов такого плана голубцов. У меня дома очень любят голубцы мой муж. Но я всегда ленюсь их делать, я вам признаюсь. Поэтому я делаю ленивые голубцы. И ленивые голубцы это вообще любимая тема моего мужа. Раз, два. И не нужно ничего крутить. Сегодня покажу еще один вариант таких голубцов. Начнем с риса. 100 грамм обычного любого риса помыть. Кстати, на моем канале есть видео, оно снято. Мы как-то с вами ездили в Карпаты и учились готовить маленькие голубцы. Так вот такие там голубцы, просто улетные. Раз в год, два раза в год я не ленюсь, обязательно делаю целую большую кастрюлю их маленьких, особенно под Новый год. Вот у меня Дима мой очень любит. Я не знаю, что там вкуснее подлива для этих голубцов с грибами белыми или сами голубцы. Обязательно посмотрите видео, приготовьте. Найдите в магазине белые сушеные грибы и приготовьте такое праздничное блюдо на выходные на всю семью голубцы с белыми грибами. Это очень вкусно. Помытый рис я заливаю большим количеством воды. Вот так. Делаю в сотейнике. Рис буду варить до полуготовности. Сюда добавляю приблизительно чайную ложечку соли и все ставлю на огонь. Итак, на крупной терке натираем одну большую морковку. У меня большая. Если у вас мелкие, можете взять две штучки. Морковочку я не буду никак обрабатывать. Сразу вот так буду добавлять в фарш. В этом простота этого рецепта. Нужно взять две средние луковицы. Вот такого размера. Просто у меня еще две маленькие, вместо одной большой. Лук тоже нарезаем. Значит, смотрите, я нарезаю лук вот так. Вот так вот потом еще мельчу лук немножко ножом. Вот таким образом режу лучок. Лучок отправляем сюда. Значит, смотрите, у меня получается лука и морковки много. Видите? Так, теперь капуста. Капусту я беру пекинскую. Можно взять обычную белокочановую. Ее надо мелко резать. Пекинская капуста намного мягче. И так как я делаю их в виде тефтелей, пекинское самое оно. Значит, смотрите, нарезаю вот так вот сначала. А потом вот так вот поперек перерезаю. Чтобы не было слишком крупных частей. Так, получается очень вкусно. Попробуйте вот такой вариант ленивых голубцов. Во-первых, их можно наделать заранее. Их можно хранить как полуфабрикаты в холодильнике. Потом быстро раз-два и с подливкой тушить. Когда рис приготовился, сливаем его. Добавляем рис. Добавляем к этому всему 600 грамм фарша. Значит, смотрите, при маленьком количестве фарша получается очень много голубчиков. Значит, смотрите, можно и больше фарша положить. Но я, знаете так, при минимальных расходах максимальный выход. Вот так. Риса чуть-чуть добавляю. В основном овощи тогда вкуснее. Ну, это на мой вкус. Я буду мешать руками. Немного соли. Все это солим по вкусу. Пока, кстати, рис варился, мы просто порезали овощи. Все быстренько. Из специй я добавляю смесь перцев и базилик. Сюда. Так, и еще сюда. Здесь у меня паприка домашняя и гранулированный чеснок. Просто он у меня домашнего приготовления и так немного твердым стал. Можно выдавить свежий чесночок. Кто не любит чеснок, можете вообще его, конечно, не добавлять. Ой, что-то тверденькое. Теперь это все перемешиваем. Так, теперь из этого всего я буду формировать небольшие такие тевтельки. Вот так. Не добавляю больше ничего сюда. Оно и так хорошо держит форму. Мне нужно с двух сторон обжарить их. Я выкладываю на растительное масло. Так, огонь делаю больше. Вот так. И быстренько с двух сторон, чтобы они схватились. Значит, тут смотрите сами. Кто-то будет больше зажаривать, кто-то меньше. Я вот так вот делаю, буквально, чтобы схватились, додержали форму и все. Если хотите, можете чуть больше золотить. Так, готовить я буду в вок. Пока у меня обжариваются заготовки, немножко воды наливаю вниз. И обжаренные такие вот тевтельки буду складывать сюда в вок. Так, ну вот они у меня тут практически готовы. Вот такие вот. Они хорошо держат форму. Буквально две минуты с каждой стороны и все. Теперь обжаренные перекладываем сюда в вок. И жарю следующую партию. У меня получается где-то три сковородочки. Значит, получается приблизительно 28-30 штучек. Зависит от размера. Теперь делаем подливку. Я беру сметану. Где-то 3-4 столовые ложки любой жирности. Так. Сюда же в сметану я добавляю кетчуп. Значит, смотрите. Всего у меня получается 200 грамм того и 200 грамм того. Можно по 250 грамм. Ну, больше не нужно. И еще вместо кетчупа, кстати, можно томатную пасту. Кто любит. Сюда добавляем сольки. Вот так. Специи я никакие не добавляю, потому что и так все специи есть уже в котлетках. Разбавляю это все водичкой. Значит, я заливаю приблизительно 2 кружки воды по 250 миллилитров. То есть это где-то пол-литра воды. Но потом, когда заливаю уже вог, я смотрю, нужно мне воды еще или нет. Если да, то просто доливаю. Попробуйте на соль, чтобы вам нравилось. Выливаем весь приготовленный соус. Хопа. Ну вот. Как раз самое оно. И теперь ставим. Накрываем крышкой. Я ставлю огонь меньше, чем средний. Крышку не открываю. Готовится оно фактически до готовности мяса. Минут 40. Больше не нужно. Еще, как вариант, и будет очень вкусно. Это все можно готовить не в вог на плите, а в утятнице или в каком-то казанке, который можно ставить прямо с накрытой крышкой в духовку и готовить в духовке. У меня все готово. Отключаю. Сейчас покажу, как получилось. Так, смотрите. Вот такие получаются. Тефтели-тереголубчики. Соус здесь очень вкусный. К пюрешечке, к макаронам, к любому гарниру. Это очень и очень вкусно. Сразу получается много. Заморочки мало. Получится много таких голубчиков. Сверху подаем с укропчиком. Вот такую вкусноту. Очень вкусно и аппетитно. Всем приятного аппетита. У меня ушло всего лишь 600 грамм фарша. Получилась целая такая кастрюля тефтелей. Ну, по факту это как тефтели, знаете. В общем, всем приятного аппетита. Недорого, много, быстро, незаморожчиво и очень вкусно. Все, ставьте лайки, делитесь этим видео. Я вас всех очень люблю. Цилуйте деток. Пока.